Как правильно подготовить организм к купанию, в проруби врачи объяснили, а что советуют представители церкви? Ведь главное, что несет в себе праздник, это духовный смысл. Как не перепутать эти понятия? На эти вопросы ответит священник Свято-Троицкого храма Вадим Попов, он уже в нашей студии на Московской. Отец Вадим, здравствуйте! Я слышал, что обряд крещенских купаний к церкви, по сути, не имеет никакого отношения. Это правда или миф? Это, собственно, не обряд как таковой. Обряд — это вот когда священник идет, чин совершает, да? Освящение воды. Когда в этот день освящается, в общем-то, священнослужители выходят, освящают всю воду, которая и в реке, и в храмах освящает воду, да? Так называемая крещенская вода. А уже само купание — это есть традиция народная, как, допустим, калятки, да? Ведь в церкви нет таких вот установлений, якобы, что нужно петь калятки. Это к нам идет с языческих времен. На крещенских купаниях часто встречаются нетрезвые. Как к этому относится церковь? Церковь, она даже говорит о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения не должен молиться. Потому что когда человек находится в этом состоянии, его ум помрачен, его воля бездействует фактически, она ослаблена, и в этом состоянии человек сам не в себе. Существует мнение, что купание в проруби, в крещении — залог прощения всех грехов. Это действительно так? Нет, это не так. У нас по нашему вероучению, по христианскому, по православному вероучению, грехи человека прощаются в таинстве покоения, в таинстве исповеди. Если человек просто с мыслью такой, что я пришел, окунулся, какие-то внешние действия сделал, я могу фактически, как жил раньше, продолжать эту жизнь порочную греховную, то это, в общем-то, самообман. Отец Вадим, а вы сами будете купаться в крещенской воде? Купаться нет. Мне еще не приходилось, если честно. Спасибо. В нашей студии на Московской был священник Свято-Троицкого храма. Мы говорили о традиции крещенских купаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова